Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору, благословен Господь, дающий Тору. Амин. Хорошо, мне сегодня выпала в очередной раз честь после прошлого раза комментировать Тору. Если мы на прошлой неделе комментировали трума при ношении, то сегодня глава называется ТЦВ, буквально это «повели» или «прикажи». Краткое содержание этой главы, это подготовка к службе в Скинии и дальше в храме. И пункты такие, масло для миноры, одежды для коинов, эйфот, это накидка, хошен, нагрудник, облачение, мантия, венец и другие одеяния, посвящение коинов, то есть священников и предназначение жертвенника и жертвенник для воскурений. Все это можно было прочитать в нынешней недельной главе. У меня, кстати, вопрос, а кто читал нынешнюю недельную главу? Немного. Очень жаль. Тут вот некоторое время назад было написано, процитировано из книги Иисуса Навина. Кто хочет поступать благоразумно, пребывайте в слове. И, кстати говоря, это имеет отношение к тому, что мы сегодня будем читать. Значит, когда я читал нынешнюю недельную главу, я обратил внимание на очень интересный момент. Значит, в облачении первосвященника есть два элемента, на которых присутствуют все имена сынов Израиля. Первое – это, ну, как погоны, были камни такие у первосвященника, на которых было написано на одном шесть имен и на другом шесть имен, всего двенадцать имен. Значит, и написано, что это на плечах, там, ну, на раменах, на, можно там, в разных переводах по-разному оно может звучать. И еще был такой вот нагрудник, на котором было двенадцать драгоценных камней, каждый из них представлял одно из колен Израиля, и на каждом было написано одно из имен. И про это написано на сердце. То есть, обратите внимание, первосвященник носит Израиля на плечах и на сердце. Вы знаете, когда я читал про то, что вот первосвященник как бы носит Израиля на плечах, у меня сразу возникла такая параллель. Вот я свою Наденьку достаточно часто на, ну, она говорит это на шее, но я ее ношу на плечах. И знаете, вот такая вот параллель интересная. Я задался вопросом, вот, а вот, ну, кого мы носим на плечах? Тех, кто, в принципе, кого мы можем вынести и кто нам очень дороги ценят, да? Ну, жена мне тоже дорогая цена, но ее носить на плечах, так как дочку будет достаточно тяжело. То есть, это должен быть очень близкий, дорогой человек, плюс ко всему он еще должен быть несколько мал для того, чтобы его действительно было возможно носить на плечах. В принципе, я мог бы, конечно, и других детей носить, но почему-то я ношу только свою дочь. Это указывает на то, что действительно отношения очень близкие. И смотрите, первосвященник постоянно носит на своих плечах Израиля. Но я думаю, что он мечтает так же, как и я мечтаю, что моя Наденька когда-нибудь вырастет, и она будет нормально ходить со мной рядом и будет уже взрослым, ответственным человеком, да? Я думаю, что Господь так же мечтает об Израиле. К сожалению, еще это время не пришло, но мы уже в преддверии. И второй момент, то что он носит Израиль на сердце, то есть вот то, что 12 колен у него постоянно на груди, это тоже говорит об особом отношении именно к этому народу, именно к тем, кого он произвел. То есть мы должны понимать, что идея избрания, она несколько размыта в нашем сознании. А в мире так вообще думают, что вот Бог взял евреев и избрал, да? То есть вот евреи были, сами по себе как-то появились, да, вот как все другие народы, а он взял их и избрал из всех других народов. По факту, если мы посмотрим историю происхождения еврейского народа, то по сути он его произвел для себя, потому что Авраам детей иметь не мог. Сара не могла рожать. Бог совершил чудо ради имени своего и ради своего замысла. С Ицхахом была тоже самая проблема и с Яковом. И мы знаем, что реально Бог произвел для себя этот народ. Произвел для какой-то конкретной цели. И в этом суть избрания. И сам еврейский народ очень часто вздыхает, говорит, Господи, ну ты бы хоть иногда избирал бы кого-нибудь другого. Я думаю, что это очень хорошо, на самом деле это очень хорошо, но это и очень тяжело в свою очередь. И еще интересный момент, на который обратил внимание. Начинается недельная глава такими словами. «Ты же вели сынам Исраэлевым, чтобы они доставляли тебе Илей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы зажигать лампады постоянно, в шатре собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения. Да устроят его Арон и сыновья его от вечера до утра пред Господом. Это устав вечный для поколений их от сынов Исраэлевых». Тут есть очень много интересных моментов, именно вот в том, что я прочитал. Момент первый. Обычно, когда Бог повелевает что-то Маше донести до народа, Он говорит «скажи», а здесь Он говорит «прикажи». То есть это очень важный момент, связанный с созданием Скинии и важный для судьбы самого народа. Момент следующий. Когда Бог повелел принять приношение для строительства Скинии, Он сказал «пусть принесут Мне, пусть возьмут Мне». Здесь же говорится следующее, тоже цитата из синодального перевода «и вели сынами с Израилевым, чтобы они принесли тебе, Илей чистый». То есть не Богу этот Илей, а Маше. Вопрос «а зачем Маше этот Илей, если зажигать будет Аарон?» В этом я увидел, что Маше в этом плане явился своего рода прообразом Машеаха, который принимает то, что предназначено Богу. И он говорит, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. То есть Маше, он является в данном случае прообразом Мессии, которому народ-священник приносит что-то. Значит, что они должны были принести? Илей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Обратите внимание, сказано «во всякое время». Дальше. В Скинии собрание вне завесы, которое предков чекам откровения, то есть это во святилище, это для миноры. «Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним». Только что было сказано «во всякое время», а дальше сказано «от вечера до утра». То есть светильник должен был гореть в ночное время, но постоянно. То есть он должен просвещать свет, просвещать всякую тьму. И про Ишуа сказано, что он есть свет, пришедший в этот мир для того, чтобы просветить всякую тьму. Вот Евангелие от Иоанна 8, 12. «Опять говорил Ишуа к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». По поводу самого светильника, который производит этот свет, который являет свет миру. Сам свет – это Машех, это Господь. Но есть светильник, в котором зажигают масло. Вы знаете, есть очень интересная параллель, она не очень очевидна, но она все-таки присутствует в книге Откровений. Я сейчас вам процитирую. Значит, книга Откровений, первая глава, с 10-го стиха. Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфесте, в Смирну, в Пергаму, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаодокию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персяму, поясанного золотым поясом. Глаза его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных Алкаливану, как раскаленные в печи. И голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, сия. Семь звезд есть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И здесь мы можем увидеть параллель семь светильников, которые представляют собой единую общину, которая, то есть минора, получается, является прообразом церкви или прообразом народа Божия, который и должен являть свет мессии этому миру. Значит, читаем. Ишуа говорит, Евангелие от Матфея, 5 глава, 14-16. «Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего небесного». То есть еще один момент, который показывает, что мы являемся светильниками, и мы должны зажигать этот свет внутри себя. Зажигает, безусловно, Он, но от нас, как написано, чтобы они приносили тебе или чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы огорел светильник во всякое время. Причем заканчивается этот стих «это устав вечный для поколений их от сынов Исраэлевых». То есть светильник должен гореть только в темное время суток, потому что днем и так светло. Светильник должен гореть постоянно, и заповедь приносить масло для этого светильника дана навечно. То есть сейчас нет ни храма, ни скинии, но заповедь для нас актуальна. Значит, нам надо разобраться, а что же из себя представляет это масло, которое мы должны приносить, чтобы светильник, то есть народ Божий, община, таки являли свет Божий этому миру. Вы знаете, как переводится слово «гефсимань»? Гефсиманский сад, где Ишуа был арестован. Буквально это место переводится как «пресс для выдавливания масла». Он проходил определенные испытания, определенную борьбу в этом месте для того, чтобы, грубо говоря, выдавить из себя вот это масло, это помазание, эту благодать, для того, чтобы мы действительно могли быть светом этому миру. То есть Дух Святой, который нам дарован, он дарован благодаря тем страданиям, которые Ишуа претерпел, для того, чтобы мы действительно могли называться и быть детьми Божьими. И смотрите еще одно интересное место в Иезекииле, 11 глава с 14 по 21 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему Дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». То есть вот наша община является неким святилищем, куда могут прийти сыны Израилева для того, чтобы встретиться с Господом. «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». То есть вот это святилище, которое является наша община, является тем местом, где евреи должны встретиться с Господом, чтобы действительно познать, каков Он. Для того, чтобы, вернувшись в свою землю, действительно исторгнуть все мерзости. Земля отдана евреям, но мерзости в ней присутствуют. То есть пророчество осуществляется. Мы являемся частью, участниками, соучастниками исполнения этого пророчества. Так давайте будем как-то вот действительно быть в теме, чтобы помочь еврейскому народу прийти к своему Мессии для того, чтобы очистить землю от всех тех мерзостей, которые вокруг нас. И дальше вот «Придут туда, извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. Отчье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех, обращу на голову их, говорит Господь Бог». Сейчас я хочу пригласить Кирилла, чтобы он помолился за Израиль. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»